Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 356 упражнение. Прочитаем задание. Проанализируйте текст. Какие элементы повествования включены в текст? Какова его основная мысль? Спешите, разделяя текст на абзацы и расставляя пропущенные запятые. Союзы заключите в овал. В слодочных предложениях, соединенных союзами, подчеркните грамматические основы. Составьте схемы этих предложений. Назовите синонимы к выделенным словам. Итак, давайте с вами выполним это задание. Я всегда любил смотреть на тихое падение снега. Я вышел в поле. И чудное зрелище представилось глазам моим. Подчеркнем грамматические основы, поскольку это сложное предложение. Сверху нарисуем схему. Подлежащее сказуемое. Запятая и подлежащее сказуемое. Не забываем точку. Все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлить. Рассыпались снежным движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки. Падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю. Я воротился домой. Но не в душную комнату, а в сад. И с наслаждением ходил по дорожкам, осыпанным снежными хлопьями. Засветились огоньки в крестьянских избах. И бледные лучи легли поперек улицы. Предметы смешались, утонули в потемнейшем воздухе. Давайте подчеркнем грамматическую основу, поскольку это сложное предложение. Огоньки засветились. Лучи легли предметы, смешались, утонули. Построим схему сверху. Сказуемое, подлежащее, запятая, союз, подлежащее, сказуемое, точка с запятой, далее союза уже нет, подлежащее и два сказуемых. Я вошел в дом, но и там стоял у окошка до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок. Также необходимо назвать синонимы к выделенным словам. Слово воротился, пошел назад, покуда, пока. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.